МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За 38 секунд, как шестилетний барнаульский спортсмен приближается к рекорду по скорости сбора кубика Рубика. Итак, ни в одной из эвакуированных школ взрывного устройства не обнаружено. Напомним, сегодня утром на электронную почту 29 учебных заведений Барнаула пришли письма о том, что в здании находится бомба. Из содержания было понятно, тревога не учебная. Как эвакуировали детей, расскажет Ирина Корчагина. С нетерпением хотим сообщить. В вашем здании взрывное устройство. Такие сообщения по электронной почте сегодня пришли в 29 барнаульских школ. В 24 из них был объявлен план эвакуации. Детей распустили по домам. Предупреждения начали поступать с 9 утра. Времени мало, поэтому советуем поспешить эвакуироваться. Не совершайте ошибку магнитогорцев, ведь мы их оповещали. Ученики младших классов сильно испугались, вспоминает директор 110-й школы Ирина Фефилова. Приходилось успокаивать и родителей. Утром в школе находилось около полутысячи детей. Это 19 классов. Достаточно быстро всех эвакуировали, вывели. Очень быстро классные руководители раздевалки провели, очень быстро одели. Все помогали, все сотрудники школы. Старшие дети помогали также одевать малышей. 7 минут понадобилось, чтобы эвакуировать всех детей из 110-й школы. По словам директора, уже через 5 минут в здании были сотрудники спецслужб. Анонимные угрозы пришли не только в школы, но и в больницы, торговые центры, в том числе и в мэрию Барнаула. Всего поступило 40 сигналов. С утра в антитеррористических операциях было задействовано 80 человек и несколько собак. Нигде бомба не обнаружена. Такие же сообщения сегодня поступили в школы Новосибирска и Кемерово. На днях волна террористической провокации прошлась по всем сибирским регионам. И этих провокаторов сейчас активно ищут правоохранительные органы. Напомним, что заведомо ложное сообщение о теракте наказывается крупным штрафом либо ограничением свободы до 5 лет. Ирина Корчегина, Александр Антропов, Наши новости. Ну и уточним, действительно подобные сообщения о минировании пришли также в школы Новоалтайска и в 11 административных зданий Барнаула, в том числе и в городскую администрацию. Посетителей торгового центра «Ледокол» эвакуировали, а чиновники мэрии рабочий процесс не прекращали, паники не поддались. В отличие от родителей школьников, многие из которых, чьи дети особенно учатся во вторую смену, сегодня не повели их в школы. По заверению председателя Комитета по образованию города Барнаула Натальи Полосиной, жизни и здоровью учеников ничто не угрожает. Хочу призывать родителей не поддаваться никакой панике, потому что в соцсетях сейчас уже идет все, и школа горит, и школы взрываются. Такого нет. За сегодняшний день абсолютно точно мы обследуем все школы, поэтому завтра мы спокойно идем и начинаем заниматься. 17 населенных пунктов Чирыжского района остались сегодня без электроэнергии из-за неполадок на высоковольтной линии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Чтобы обеспечить работу котельных и социальных учреждений, в район отправлено 20 дизель-генераторов. Восстановить электроснабжение в полном объеме обещают уже ближе к вечеру. Это тем более актуально, что на Алтай пришли арктические морозы. Сегодня в некоторых районах края столбик термометра опускался до минус 36-40 градусов. Днем же было не выше минус 20. Причина холода – арктический антициклон, накрывший большую часть Сибири от Урала до Дальнего Востока. В ближайшие дни ожидаются морозы до минус 30 днем и минус 40 ночью. На дорогах местами возможен глолед. Как нам рассказали в региональном управлении МЧС, все службы находятся в режиме повышенной готовности. При необходимости на междугородних трассах будут открыты пункты обогрева для водителей. По прогнозам синоптиков, экстремальная температура продержится в крае как минимум в ближайшие 5 дней, в течение которых водителям и пешеходам рекомендуют воздерживаться от дальних поездок. Больше сотни сотрудников одного из крупных пассажироперевозчиков Барнаула в ближайшем будущем могут оказаться на улице. Компания, которая больше 10 лет занимается перевозкой пассажиров в краевой столице и имеет свыше пяти десятков автобусов, проиграла новому игроку на этом рынке поспелихинскому перевозчику, в штате которого, по некоторым данным, всего 4 сотрудника. Результаты конкурса проигравшая сторона сегодня оспаривала в управлении антимонопольной службы, куда обратилась с претензией к администрации Барнаула. Ну а водители тем временем написали открытое письмо губернатору Виктору Томенко. Анастасия Дороган разбиралась в ситуации. Маршрут 33-77-121. Это полсотни автобусов, которых с марта собираются убрать с улиц города. На их место должен прийти новый перевозчик, но что любопытно, сколько в его автопарке машин, неизвестно. Эту базу нарабатывали годами. В штате медики-механики-слесарей процесс максимально отлажен, где каждый занимается своим делом, рассказывают и показывают водители. Да и о каком самостоятельном ремонте автобусов можно говорить, когда рабочий день шофера начинается в 4 утра. Думать нужно о безопасности пассажиров. Слесаря, приезжаешь вечером, поставил, тебе отремонтировали машину, не ковыряешься до ночи, а потом через 2 часа тебе на маршрут. Все это же влияет на перевозку пассажиров. 10 лет на дорогах Барнаула ни одного суда с пассажирами как будто не имеют значения, удивляются рабочие. И отмечают, несмотря на непростую работу, штат за столько лет почти не меняется. Предприятие крупное, 51 автобус и развивающийся. В этом году компания планировала обновить состав наполовину. Но конкурс на то, кто будет обслуживать три маршрута, а 77, 121 и 33, в этот раз владелец Агастранс проиграл. С 26 марта на линию выйдет другой перевозчик. Эта странная новость была воспринята, я бы сказал, с большим удивлением. Потому что мы являемся на сегодняшний день в авангарде барнаульских перевозчиков. Все необходимые специалисты и производственная база у нас полностью соответствуют всем необходимым нормам. Выиграть конкурс перевозчиков помешала якобы неоплаченная пеня в 26 копеек. Она и стала камнем преткновения. И победа досталась Транслайн у компании с регистрацией в Повалихе и штатам всего в 4 человека. Перевозчик, который как бы выходит сюда на рынок, мы даже его не знаем. Вот чему вопросу. Где они будут, как работать и по каким параметрам. Если в предыдущие годы как бы смотрели базы, смотрели личный состав, кто обслуживает там, механики, медики, в этом году это ничего не было. Смотреть так тщательно выяснилось, теперь и не нужно. Юриста-гастранца с удивлением обнаружила. В положении о конкурсе администрация города внесла изменения. Говорит, можно смотреть, а можно и не смотреть, сколько машин и какая база у компании. Достаточно заключить договор. Подобная история в Барнауле произошла в декабре. Тогда право осуществлять перевозки по маршрутам 1858 и другим лишилась ИП Еньшина. А выиграл конкурс новый перевозчик с никому тогда неизвестным названием «Командирская». ФАС предписал городскому комитету по дорожному хозяйству аннулировать результаты конкурса в декабре. Вместо этого власти города направили протест в арбитраж и провели новый конкурс, где на этот раз проиграл другой старейший перевозчик Агаз-Транс. По данному положению, если оно не изменится, мы надеемся, что оно изменится, все-таки будут более прозрачные, четкие и ясные условия для перевозчиков, для участия в открытом конкурсе. Но если читать буквально, то тогда мы должны поучаствовать в десяти конкурсах, понять, как администрация читает и понимает данное положение, для того, чтобы предугадать вообще все варианты. Еще один любопытный момент. Конкурс власти города провести, видимо, явно торопились. Объявление о старте появилось на официальном сайте города в 8 утра, о чем никто не сообщил, говорит юрист. А уже в обед начали принимать решения. Всего за один день комиссия изучила и одобрила почти 300 страниц документов нового перевозчика из Поспелихи, машин которого, к слову, еще никто не видел. Проигравшая сторона намерена обращаться в суд. В принципе, конкурс вообще не нужен, я так считаю. Если вот для тех предприятий, которые уже работают, есть он работает, есть предприятие, нафига ее облегает кого-то. Если предприятие нарушает, тогда или оно все ликвидилось, или по решению суда, или банкрот, или мало чего, тогда конкурс объявляет на это. Какое решение примет антимонопольная комиссия, станет известно завтра. Сегодняшнее заседание закрыли от глаз журналистов, ссылаясь на коммерческую тайну. Продолжение следует. Анастасия Драган, Николай Шелком. Наши новости. Петербургская делегация на Алтае. Жители северной столицы продолжают большую экскурсионную поездку в память о блокаде. Сегодня они посетили мемориал детям блокадного Ленинграда в селе Боровлянка, музеи и встретились с учениками сельской школы. Ну а в минувшую субботу гости края встречались с барнаульскими школьниками, которые, кстати, сами участвовали в поисках останков погибших в годы войны солдат. Подробнее в сюжете Андрея Дреера. На Алтае они не в первый раз. Петербуржцы приехали не в честь круглой даты. Память о блокаде уже давно связала жителей северной столицы с алтайским краем. Сюда в годы войны массово эвакуировали ленинградцев. Одна из таких историй семь лет назад заставила Елену Сафину приехать в регион впервые. На одном из петербургских каналов местных наших вышел сюжет от трех блокадниц, которые связали свою жизнь с алтайским краем, потому что не смогли вернуться в Петербург. И мы как-то откликнулись с ребятами на эту историю, собрали посылки, у нас началась переписка. Теперь в рамках проекта «Петербург-Ленинград-Боровлянка» Елена привезла на Алтай целую делегацию. И музей памяти школы номер 24 стал одной из точек их путешествия. И неспроста. Все экспонаты привезли из раскопок сами дети. Уже много лет на базе школы существует поисковой отряд «Искра». Искали в том числе и под Ленинградом. После пробной поездки на раскопки стало ясно, что детям это необходимо. Они почувствовали, как там несколько лет в этих болотах сидели наши солдаты без пищи, без боеприпасов. И все равно отражали, были в окружении, отражали вражеские атаки. И они вернулись оттуда другими. Обмундирование, снаряды, предметы обихода. Школьники поднимали из-под земли даже останки солдат. Отряд «Искра» вырастил целое поколение поисковиков, которые полюбили и почувствовали историю. Я работал антропологом, то есть мне было интересно работать антропологией. И мы поднимали останки бойцов. Я уже определял, какая есть кость, ну, как бы понятно. И, ну, вот мне на этом понравилось. Я решил дальше работать поисковиком, поднимая останки наших, ваших бойцов. Посетив краевые музеи, пообщавшись с эвакуированными на Алтай, петербуржцы задались вопросом. Почему бы не отправить ответную делегацию? Среди жителей края есть потомки блокадников, которые даже не видели Петербурга. А ведь ради этого города и их родные пережили самую страшную блокаду в истории. Андрей Дривер, Николай Шелко. Наши новости. Абарнаул на три дня стал сибирским центром игры в Кубик Рубика. Уже второй раз соревнования по самой популярной головоломке проходят в Алтайском крае. В этом году они собрали более сотни участников. Почему Кубик так интересен и полезен спортсменам всех возрастов, узнаете прямо сейчас. Три, два, один. Этот робот собирает Кубик за 38 миллисекунд. Человеку за ним не поспеть, однако цель общесибирских соревнований – выявить самого быстрого. Участников на тренировках никто не подпинывает. Наоборот, их от снаряда не оторвать. Это очень увлекательное занятие, и поэтому очень многие подсаживаются. Только узнав об этом, посмотрев пару роликов в интернете, уже хочется собирать. Как говорится, ловкость рук. Но любой спидкубер скажет, что это в равной степени работа головой. Клубы, платные трениры, методички с разбором ходов. От сравнения с шахматами, конечно, не уйти. Ну, в Кубике тоже есть методика, которую изучаешь, и шаг за шагом ты собираешь Кубик целиком. Поэтому, не зная о этой методике, Кубик собрать тяжело. Как и в шахматах, в спидкубинге есть и свои вундеркинды. Самый маленький участник этих соревнований – шестилетний лев. Пока его рекорд – 39 секунд. Родители такое увлечение сына поддерживают всеми силами. Красавчик! Молодец! Я им заинтересовался и начал пробовать собирать. И я все новее и новее Кубики пробовал. И дошло до того, что я стал спидкубингом. Возрастных ограничений и категорий на соревнованиях нет. Поэтому лев может легко соперничать с самым возрастным участником – Александром Куминовым. Александру Сергеевичу 71. К изобретению Рубика он относится с особой благодарностью. Оно помогло ему восстановиться после инсульта. Поэтому теперь пенсионер агитирует ровесников взять Кубик в руки. Если вы не хотите, чтобы к вам одновременно постучался Паркинсон и Альцгеймер, занимайтесь Кубиком Рубика. Вот и все. И у вас мозги будут работать и руки. Кубик Рубика – открытие не то чтобы революционное, но для многих действительно возможность. Отвыкнуть от смартфона, отдохнуть от работы или найти друзей. Так что любители этой головоломки дружно вам скажут – Кубик – любовь моя. Андрей Дриер, Николай Шилко. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Реагируйте на погоду? В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае облачно с прояснениями и по-прежнему морозно. В некоторых районах возможен снег. В Бийске и Рубцовске до минус 25, 22 в Белокурихе. В Краевой столице пасмурно возможен снег и до 21 градуса мороза днем. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. У меня на этом все новости. До встречи.